Привет, друзья! Итак, я уже говорил вам в предыдущем выпуске журнала о том, что после службы в армии я устроился на работу в замечательный музыкальный ансамбль, где мы исполняли самую разнообразную музыку. Вообще, эти несколько лет до Олимпиады, которая проходила в Москве в 1980 году, я вспоминаю, были характерны тем, что в обществе был заметен такой, ну, подъем, что ли, движение. Люди стали более благосостоятельными. Буквально каждый мог себе позволить в то время пойти в любой ресторан. Жизнь кипела и бурлила. В ту пору чрезвычайно популярны были песни молодого композитора из Донецка Евгения Мартынова. «Яблони в цвету», «Я тебя своей Аленушкой зову» – вот несколько тех песен. Но самая популярная в то время песня была «Лебединая верность» на стихе Андрея Дементьева. Ссылку на все эти песни смотрите в описании под этим видео. Но уж о песне из репертуара вокально-инструментальных ансамблей пользовались просто чрезвычайной популярностью в то время. Ну, допустим, там, где клён шумит, «Прощай, от всех вокзалов поезда уходят в дальние края». Помните? Помните такую песню «Хочешь, я в глаза взгляну в твои глаза»? Или, допустим, «Верни свои слова обратно» и много других очень хороших таких популярных песен. Это какие ансамбли? Это и «Синяя птица», и «Голубые гитары», и «Поющие сердца», и «Леся песня». Словом, огромное количество вокально-инструментальных ансамблей и конкуренция на хитовую песню была в то время чрезвычайно высокой. А зарубежная песня, спросите вы? Ну, это прежде всего группа «Winx» Пола Маккартни. Помните? «Хоп! Хей, хоп!» И, пожалуй, самый продаваемый в то время в мире альбом – это группа «Абба». Ну, помните песню «Money, money, money must be funny in the rich man's world». Ну, кстати говоря, в том 1976 году у них популярной считалась песня «Dancing Queen» – «Танцующая королева». «Лучшей песней года» также была признана песня «Hotel California» группы Eagles. Все ссылки на эти песни вы также найдёте в описании под этим видео. Я в то время был под очень большим впечатлением от игры американского гитариста Джорджа Бенсона. В то время я поступил в музыкальное училище в «Электросталь» по классу гитары на эстрадное отделение. И в том же году, в 1976, Джордж Бенсон получил премию Грэмми за песню «Masquerade» – «Маскарад». И я учился импровизации на гитаре, именно используя этот бесценный музыкальный материал. Слушал его иногда просто часами. Я был в диком восторге от этой музыки. И вы также можете её здесь послушать по ссылке. Если забежать немного по времени дальше, то у Давида Тухманова вышел виниловый альбом «По волнам моей памяти», где автор блестяще использовал голоса разных популярных в то время молодых певцов и сделал нечто целостное, объединив музыку и поэзию прошлых веков. Песенка студента, помните, такая была, которую блестяще исполняет певец Игорь Иванов. До сих пор её исполняет с успехом в своих выступлениях. Вот на этом фото, посмотрите, мы тут все вместе в коллективом стоим. Ну вот, такой получился экскурс в тот далёкий 1976 год. Путешествие по времени будет обязательно продолжено. Так что обязательно подписывайтесь на мой журнал. Здесь вы найдёте много для себя интересного. Я, как всегда, появляюсь в эфире каждый вторник и каждую пятницу в 18.00. На этом разрешите с вами попрощаться. Всего вам хорошего. Увидимся. Пока, друзья. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова